привет здесь будет быстрый конкретный ответ на вопрос что он действительно сегодня думает о вас и когда он что-то сказал вам что он именно имел ввиду этот расклад для всех но он будет конкретен именно для вас потому что ваш вопрос и ответ карт вы знаете что он вам сказал и сейчас вот у себя в голове можно проговорить эти слова кстати я использую карт или норман сегодня те слова которые он сказал проговорите его его голосом да у себя в голове и карты покажут глубину что он действительно имел в виду потому что язык человеческий не может выразить то что подсознание думает вообще не может часто мы только на картах можем такое посмотреть да мы его сейчас вызовем на минутку здесь и спросил у него что он конкретно имел ввиду что он чувствует к вам действительно потому что иногда знаете человек говорит одно думать совершенно другое а вам нужно узнать вкладываться в него дальше или нет что он действительно имел ввиду и если будущее здесь вообще итак я сейчас буду делать при диагностику карта готова уже мы посмотрим его и вас а потом сделаем большой расклад на все 36 карт да я все все посмотрю все посмотрю знаете карты так они ведь показывают сам самую глубину самую глубину это вы а теперь будет он это будет очень быстрый расклад он покажет все правда вот обычно вот так вот когда знаете именно не напрягаешься думаешь ну вот что высшая сила ответит то и будет там не будет правда здесь обычно больше всего правды смотрите вот вот и он вот и он это при диагностика все мне карты сегодня пригодятся я все буду иметь ввиду когда буду рассматривать и так вот же он до сзади у него карта может быть соперницы может быть а впереди карта клевер но надеяться что ему сойдет что-то вы знаете сами что да он надеется что ему что-то сойдет с рук а здесь вы прекрасная вот вы красавица мне очень нравится эти карты не просто обалденно вы смотрите на карту ребенок вы ожидаете но новостей от него во первых это говорит о том что вы ожидаете новостей а во вторых это мне тоже показывает что вы хотели бы чтобы он поменял свое отношение к вам сзади ссора карта коса ваши переживания он вам равен ранил сердце он обидел вас он допустил те слова которые он не должен был сказать он допустил себе позволил до мужчины часто они не сдержаны кстати вот это алкоголь делает человека не сдержанным или он пьет или у него пили предки что делает разгар алкоголь он развязывая человека он делать вы развязанным не сдержанным и часто вот он знаете вот эта развязанность она у него врожденная другими словами да даже если может он он трезвенник но развязанность у него врожденный он вам конечно ранил ум и сердце этой косой может быть были подозрения в измене потому что здесь змея может быть были подозрения что он Он оппортунист какой-то, типа Альфонсо, да, змея и карта Клевер. Эти две карты так могут прочитываться. Может, он слишком, язычок у него был острый, да, вот по этим двум картам. Очень острый язычок, не в меру острый, и он обидел вас здорово. Я тоже вижу, что карта Клевер показывает, что он-то забыл. Вот знаете, какой он? Он сказал и забыл. Ну, а человек, которого он обидел, он не может так просто забыть. Он сказал и забыл, и все. Вот так-то. Это была предиагностика. Но то, что вы смотрите на карту, ребенок, это очень хороший знак. Это говорит о том, что вы все-таки надеетесь на то, что будет что-то новое. Сейчас буду делать расклад. То, что будет что-то новое, будет что-то с его стороны. Ну, посмотрим, будет ли с его стороны что-то новое. Это карта Якорь. Хорошая карта. Он на самом деле вот лучше, чем он кажется. Я вам сразу скажу. Он лучше, чем он кажется. Верите ли вы в это? Это тоже очень хорошо. Это корабль. Это тоже очень хорошо. Так что вы должны поверить в это, что он будет меняться. Вы сами согласны. И сами тоже готовы поменяться в лучшую сторону. Вы и так прекрасны, конечно. Вот что между вами, девочки. Так что карты гадают. Я беру при вас. И мы знаем, что в моих руках так. Если карта позитивная, она сразу показывает. Если она негативная, она показывает, что нужно поправить, изменить. Так что однозначно между вами аисты, а это примирение. Если вы поссорились. Между вами аисты, а это значит, что он и вы хотели бы общий дом. Вы хотели бы общий дом, вы хотели бы счастье. Вы хотели бы детей. Здесь все на карте есть. Вы хотели бы счастье. И он и вы. Оба хотели бы счастье. Понимаете? Это очень хороший знак. Это очень хороший знак. Я сейчас выложу две карты, а потом их протрактую хорошо. С его стороны кольцо. Так что здесь однозначно. Он, конечно, и кольцо, и якорь. Но он надежный человек. То, что произошло до сих пор, не свойственно для него. Это было вызвано какими-то издержками характера. Или вот его плохого самочувствия. Вполне возможно. Потому что все-таки кольцо в ногах говорит о том, что он очень хотел бы быть с вами. Ну, смотрите, какими картами он окружен. И кольцо, и аист. Аисты, и якорь. То есть здесь он очень хотел бы показать вам, что он надежный партнер. Он очень хотел бы, чтобы вы увидели, что с ним вам будет хорошо. Аисты между вами. И он готовит вам. Или подарок какой-то. Ну, девочки, ну, у меня вот так выходит всегда. Да? Кто там думает что-то? Ну, а что вы хотите? Карты вам это говорят. Начинайте стремиться вот к этому всему. Потому что карты говорят, хей, счастье возможно, да? Он или готовит подарок. Потому что кольцо понятно. Подарок, либо же обещание свое выполнить. Тем более комбинация же из трех карт читается. А с вашей стороны тоже все неплохо. А потому что, во-первых, вы готовы по-другому его видеть, корабль. Вы тоже очень хотели бы семейное счастье с ним. И у вас в ногах карта ключ. А ноги это то, что вы будете делать. Да, Ленорман? То есть и вы, и он будете стремиться к хорошему, конечно. Он будет стремиться, чтобы выполнить обещание, быть человеком слова. А вы стремитесь открыть дверь, которую нужно открыть. То есть достучаться до его сердца. До сих пор вы пробовали, но как-то у вас не очень получалось. С чем это было связано, что не получалось? Какая-то гора между вами была. Понимаете? Поэтому у вас и не получалось достучаться до него. Препятствие какое-то было. Я же говорю, у некоторых то, что у него какие-то привычки есть плохие, потому что у него вышла карта тучи. Или он хмурый, характер тяжелый. Плохие привычки могут быть по тучам. Или же привычка вообще негативить. Или же привычка даже принимать какие-то расслабительные, да, вредные. С его стороны это все. А также, понимаете, с вашей стороны недоверие. Вы уже пробовали много раз ему доверять. И начинать сначала. И давать ему второй шанс. Чего-то карта улетела сама. Посмотрим, что за карта. Это карта дом. Это как она вылетела, да, как птичка из колоды. Девочки, это экспресс-расклад. Он будет очень конкретный, очень такой быстрый в нем, быстрая энергетика. И поэтому карты летят сами. Карта дом. Все хорошо. Понимаете, вот то, что на поверхности там он ляпнул, это было одно. А внутри-то все у него хорошо. Он надежный. Он надежный. Он надежный. Он, кстати, уверен у вас тоже, что вы никуда не денетесь. Вы ему, наверное, дали повод так думать. Мы, девочки, часто даем мальчикам такой повод. И они нас так, как по-английски, take for granted. Они думают, что так и будет, да. Что наше терпение, оно бесконечное. Но с его стороны все хорошо. Он надежный. Он, понимаете, выполнит обещания. И касательно чего? Касательно дома. Здесь, в принципе, две карты дома. Поскольку аисты – это тоже дом. Это новые отношения между вами. Это новый виток в отношениях. И это счастливые. Аисты – это счастливая карта судьбы партнеров, мужчин и женщин, их дома, их счастья домашнего. Может быть, он готовит подарок для дома. Здесь дом. Может быть, готовит что-то в дом хорошее. Что-то надежное. Может, это дом вообще, который он будет строить. Или квартиру, которую вы купите вместе. Потому что здесь якорь и дом. Якорь и дом. Это, естественно, он готов сесть на этот якорь. Он готов быть вашим мужем. Якорь, дом и кольцо. Как еще иначе можно прочесть? Да еще и аисты между вами, да. Но у вас страсть к нему сумасшедшая, конечно. Потому что здесь медведь. Вы его очень любите. Вы просто не представляете себе с другим партнером. Даже пусть там другой, может быть, будет и богаче, может быть, и умнее. Вам не важно. Вот его энергетика, его вот эти гормональные. Вот знаете, каждый мужчина же он по-своему пахнет, да, гормонально. Это именно то оно, что вам нужно. Именно то оно, что вам нужно. Но вы чувствуете себя с ним одинокой. Вы чувствуете, что между вами есть какая-то гора. Какое-то препятствие. Ну, конечно, при диагностике мы видели, что у вас есть, может, какое-то подозрение. Давайте я спрошу у карт. Это подозрение у вас обоснованное? По картам было видно, что вроде бы не очень обоснованное. Но давайте спросим, да. Солнце. Я не вижу здесь соперницы. Ваше подозрение не обоснованное совершенно. Понимаете, это карта солнца. Смотрите, сколько оптимизма с его стороны. Но я вижу слабое здоровье, скорее всего, по тучам. Или плохой характер. Или же какие-то иллюзии. Это в нем есть. И это мешает. Это является блоком. Подозрения у вас абсолютно необоснованные. Абсолютно. Давайте посмотрим, что ему нужно сделать, чтобы было лучше. Ну, видите, карта собака. Все-таки то, что он там внутри чувствует. Какие у него есть глубокие чувства к вам. Глубокие чувства есть. Потому что якорь. Есть глубокие чувства. Есть надежды на лучшее. Есть желание сделать так, как вам будет хорошо, удобно. Все это у него есть. Но какой ему будет совет, да. Ну, вот эта карта дружелюбия на словах. Понимаете? Ежедневно. Ежедневно ему надо было бы поменьше характер показывать. И побольше с вами общаться. Может, он вот не общается. Как бы закрылся от вас, да. А какой ему совет? Ну, не ссориться. Вот, смотрите. Видите, карта ссор вышла. Совет, конечно, простой, прямой. А здесь стороны девочки будет вам совет. И потом вот здесь прогноз еще будет вам. Все-таки, да, я сделаю очень глубоко все. Это быстро. Здесь так активная энергетика. Но все будет четко. Ну, вы смотрите, совет не ссориться и больше общаться с вами. Мы ему даем совет, потому что он квантово все равно чувствует, что нужно меняться, да. Он расклад не смотрит, но он меняться будет в результате расклада. Звезды. Он должен выполнить свои обещания. Ведь когда в самом начале с его стороны там был такой, знаете, поток счастливый, такой мужской поток обещаний. Такая страсть бешеная, да. Потом эта страсть с его стороны переросла в какие-то подозрения, в какие-то вот придирки, да, по карте плетки. Плетки она имеет двойную такую энергетику. Это, с одной стороны, страсть, а с другой стороны и какие-то, может, нападки друг на друга. Ему не мешало бы стать дружелюбнее. Это бы ему точно не повредило. Теперь я посмотрю с вашей стороны советы вам. Тоже хорошо знать советы. Это карта сад. Вы знаете, вы немножко смотрите все, ну, сгущаете краски, да. Карта сад говорит, что смотрите там плюс и минус, да, как во всем жизни плюс и минус. У вас к нему не то чтобы претензии, но вы сгущаете краски, вы преувеличиваете. И эта карта сад говорит, что смотрите на гармонию, да. Нужно увидеть то и другое. Это всегда есть жизнь. Такой сухой воздух, у нас камин зажегся, извините, очень сухой воздух. Итак, карта крест, это вам совет. Это вам совет. Понимаете, вы часто действуете так, как вам диктует тоже ваш характер и ваши предки. Потому что крест, это ушедший в мир иной предки. Может, вы очень часто думаете о родственниках, которые отошли в мир иной. Это может быть мать, отец, бабушка. Кто-то, кто был к вам очень близок. И эти люди на вас очень влияют. Их вот, знаете, негативное восприятие жизни. Может, они вам говорили, я всю жизнь бьюсь, как рыба, блюд. У меня не получается. Мужчины все, ну, им нельзя верить. Они обманщики. Они хорошего не скажут, не сделают. Мужчина только всегда преследует свои интересы. Вот что-то, может быть, нечетко эти слова, но близко к этому. То, что вам говорили ваши предки когда-то. И когда они ушли, эти предки, резонансы с этими словами, она усиливается в тысячу раз. Она усиливается. Поэтому, если вы видите все в негативном ключе, теперь я вижу это, крест и картосад. Что-то не ваша вина. Это вот этот негативный настрой. Он давит вас. Подавляет энергетика предыдущих страданий у вас по роду. Она подавляет вас. И то, что вы видите, в нем негатив. И преувеличивайте, может быть, это не вы преувеличиваете. Преувеличивают вот эти люди в вашем роду. Какой еще совет, чтобы вам посоветовали высшие силы? Это карта всадник. Очень хорошая карта. У вас будет с ним встреча, если вы спрашиваете. Да. Это бывает так, что мы живем с человеком. Никогда с ним не встречаемся наяву. То есть у нас всегда предвзятое отношение. У него к вам, может быть, или у вас к нему. Да. Может быть. Карта всадник, говорит, будет новый виток в понимании друг друга. Новый виток в терпении, что ли, друг к другу. И каждый раз, когда вы будете видеться вами и им будет двигать вот это чувство. Я тебя вижу в первый раз. Потому что всадник – это стремление любви. Это весть о том, что когда вы посмотрите ему в глаза. И когда он посмотрит вам в глаза. Будет такое ощущение. Я тебя вижу в первый раз. И я вижу только хорошее. Я вижу тебя как тогда. В первый раз, когда были мечты о счастье. Потому что здесь карта звезды. А теперь мы сравним. И мы видим, что с его стороны очень много оптимизма. С его стороны очень много надежды на то, что постоянная... Вы его любимая. Постоянная якорь. Да, здесь даны советы, что ему нужно быть и дружелюбнее. Перестать скандалить. Перестать там огрызаться. И он это сделает. Потому что в советах вышла карта звезды. Он сделает так, как нужно. Он почувствует, что жизнь одна в этом теле. Ее нужно прожить радостно. Мне очень нравится, что у него в ногах кольцо. Это говорит о том, что он выполнит свои обещания. И тем более обещания для дома. Давайте посмотрим, что же там у вас еще. Ну вот, что еще. Развилка. Сомнения. И с его, и с вашей стороны. Ну, знаете, несмотря на что есть сомнения. Стремление к счастью сумасшедшее. Очень сильное стремление к счастью. Все покрывается любовью. В результате вышла карта сердца. Так что здесь я вообще не сомневаюсь для вас. Поскольку все покрывается любовью. Понимаете? Вы с ним будете счастливы. Все. Это понятно. Когда выходит сердце в раскладе и на одной линии с аистами. Это понятно, что любовь. Перемены в любви. Перемены в любви. Уйдут сомнения. И настанут перемены в любви. Он выполнит обещания. И стабильность с ним гарантирована. С ним гарантирован стабильный дом. Гарантированное стабильное отношение. Дружелюбное общение. Контакты должны усилиться. Для того, чтобы отношения продолжались. Постоянно должны усиливаться контакты. Вы должны теснее и теснее привязываться друг к другу. Любой мой расклад привязывает вас друг к другу. Он делает этот союз нерушимый полностью. Потому что у него в ногах кольцо. Союз абсолютно нерушимый. Обратите внимание на этот треугольник. Этот негативный треугольник. Он говорит, от чего нужно избавляться. Когда вы видите его. И когда он видит вас. Сомнения. Идут сомнения. Окей. Почему вы поругались в прошлый раз? Может быть, что-то пошло не так. Может быть, она меня не любит больше. Вот у него такие дикие сомнения. И это делает ему картинку очень мутной. Картинку будущего. Потому что здесь тучи. У вас же, когда вы его видите, тоже сомнения. То, что он сказал. Или, может быть, посмотрел на кого-то. Может быть, он меня меньше любит. Или он неверный мужчина. Я не вижу, что он неверный мужчина по этим картам. Хоть и в предиагностике была змея. Но большой расклад показал, что здесь, конечно, подозрение не ваше. А вот эта родня вам шепчет на ухо, что мужчины все они гады и так далее. И это является горой между вами, препятствием. Но на самом деле, если я посмотрю по ходу коня через препятствие, через выход из препятствия, вы обретаете любовь. И у него тоже по ходу коня. Через его иллюзии он идет к тому, чтобы понимать, что вы та единственная женщина, которая ему нужна. И вообще не нужен больше никто другой. Чисто по эзотерике я вам одно скажу. Найти человека, который вам будет подходить, очень просто. И многие люди могут вам подходить. И многие люди могут подходить ему. Понимаете? И дело в том, что мы, люди, этого не знаем. И мы думаем, что из 7 миллиардов есть только один какой-то человек для нас предназначен. Девочки, это не так. Чисто эзотерически это далеко не так. Нам могут быть предназначены тысячи и тысячи людей. Понимаете? Но судьба так распорядилась, что из этих тысяч людей вы нашли именно его. И у вас сердце горит именно к нему. Потому что он отвечает на все ваши гормональные вопросы. А вы отвечаете на все его. Потому что гормональное это очень важно. Вот такая любовь. Почему это вижу? Потому что сердце вот такая гормональная любовь, где идет все, речь о страсти идет, да? Сейчас, конечно, есть препятствия, что касательно страсти. Потому что сердце окружено с двух сторон препятствиями. У вас это гора, у него это тучи. Он не уверен в вашей любви. А вы знаете, что между вами и ним есть препятствия. Девочки, кто в треугольнике? Сейчас к вам обращаюсь. Вы думаете, что между вами и ними есть препятствия. Но если вы даже в треугольнике, может, вы его вторая жена. То есть я вообще не вижу так любовницы, жена. Если он был, например, женат, и теперь вы с ним тоже. Понимаете, так должно быть быть. Так должно было быть. Потому что, еще раз повторяюсь, нам предназначен не один человек, а тысячи людей. Вы спрашиваете, действительно ли он меня любит. Да, он действительно вас любит. Очень искренне. Очень уверенно любит. Но ситуация сложная, потому что гора, есть какое-то препятствие. Вы спросите, что будет дальше. Я вижу, что будет хорошо. Потому что между вами, все-таки, карта Аисты. Или, например, вы говорите, что все мужчины там на Ге, потому что мне не везет. У вас нет мужчины, например, вы смотрите. Потому что расклад для всех, и он каждому поможет. Окей, все мужчины там такое, и мне не везет. Я сейчас одна. Об этом развилка. Об этом развилка. О том, что вы волнуетесь, какой дорогой вам пойти. Нужен ли вам вообще мужчина. Или лучше вам вообще оставаться одной. Эти волнения, это и неплохо. Потому что любое волнение, если мы его принимаем как повод для того, чтобы что-то делать, это хорошо. Хорошо, когда же мы принимаем волнение как просто повод поволноваться, это может разрушить сердце. Развилка из сердца. По этой причине я вам одно скажу. Для вас возможны новые отношения. Для тех девочек, кто думает, для них отношения невозможны. Для вас возможны новые отношения. Это перемены в статусе. И мужчина идет рядом. Перемена в статусе. Понимаете? Так что вы можете запросто себе найти новую любовь. А ведь сзади у вас корабль. Это новый мужчина. Это совершенно неожиданная встреча. Чтобы произошла неожиданная встреча, конечно, нужно к встрече стремиться. И она обязательно в обществе. Неожиданная встреча у вас, которая поменяет вас статус. И вы станете счастливы с верным мужчиной, с которым тоже будет друг вам. Не только любимый, но тоже и друга. Это самое лучшее. Самое лучшее. Теперь я витки сделаю такие, знаете, уровни для всех. Если вы, например, встречаетесь, он перестал с вами общаться по какой-то причине. У вас есть вопросы, да? Вы сомневаетесь. Здесь он выходит на связь. Он выходит на связь, он все обдумал и решил в вашу пользу. Понимаете? Если вы с ним живете, и у вас уже вот бытовуха такая вас заела, да? Ну, девочки, быт – это как мы его обустроим. Только от нас зависит. Как у каждой пары свой быт. И ваш быт с ним, если он серый, обыденный, никакой. Знаете, там дети работают и все такое. Только вы можете исправить свой быт. Никто больше. А он хочет над этим работать. Потому что аисты, якорь, кольцо и дом. Он готов вас услышать. Потому что плетки все-таки с собакой рядом. Он готов вас услышать. И он тоже хочет счастья. Как каждый человек, он тоже хочет счастья. Я обещала экспресс-расклад, поэтому буду скоро заканчивать. Здесь и так все понятно, по-моему, да? Такой мощный вызов мужчины получился. Вообще карты всегда так классно показывают. Дайте мне знать, девочки, как вы здесь все видите. И чтобы проигралась, нужно, конечно, вам стараться что-то делать. Я буду собирать, не уходите. Я сделаю вам оберег и буду собирать. Вообще-то очень хорошая карта. Но я возьму сердце. Сделаю вам оберег и собираю. Я, кстати, преподаю Ленорман. Кому нужно, обращайтесь. Это не только для того, чтобы денежку зарабатывать. Вы можете, конечно. Вы можете стать профессионалами, читать карты для людей. Но чтобы психику поправить, девочки, Ленорман он лечит. Это 36 таких магических психологов, волшебников. Многие у меня берут уроки. Кто хочет просто что-то делать с удовольствием, заниматься картами. Это лечит душу. И, конечно, если у вас появится желание профессиональной работы для заработка, конечно, не будет у вас недостатка в клиентах. Потому что клиенты на расклады всегда-всегда есть. Я, кстати, лично не принимаю, потому что я дала такой обед. Я работаю в общем доступе, чтобы многие могли себе помочь. Я обучаю, я делаю общие расклады. Ставьте, пожалуйста, пальчик вверх, если я вам помогла. И, знаете, если даже немножко помогла. Это ведь дорогого стоит, правда. Поэтому поставьте пальчик вверх. Я на вас подписана, потому что я делаю для вас расклады. Подписывайтесь на канал. Я буду рада видеть вас в числе моих подписчиков. Можно стать спонсором канала, конечно. Можно послать донат у меня на сайте. Это уже хозяин-барин. Как вам угодно. Я люблю всех одинаково, без исключения. Теперь я собираю оберег. Вы впитали в себя энергетику любви. Прекрасно. Мы с вами заканчиваем расклад. Я вас обнимаю, люблю. Обожаю вас из Ванкувера. Пишите комментарии. Я с удовольствием читаю. Увижусь с вами на моем следующем видео. Всем любви. Всем счастья. Пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok